Раз, два, три, слышно? Нормально, все работает. Привет любителям сноусерфинга! Сейчас мы с вами находимся в Красной Поляне, точнее на курорте Горки-город. Мы сюда приехали с одной очень интересной целью посетить наш тест-центр. Вы все видели в нашем магазине обзоры досок, в том числе на какие-то супердорогие доски, и вы не знаете вообще, как на них кататься, и спрашиваете, где такие можно потестировать. Вот как раз сейчас мы вам покажем место, где можно потестировать. Не все, к сожалению, но некоторые, особенно фрирайд-модели и ау-мунтайн-модели. Место называется «Музей друзей». Организовал его Виталик Михайлов, друг всех сноубордистов. Как видите, место такое небольшое, уютненькое, маленькое, атмосфера очень прикольная. Есть барчик, можно попить кофе, можно попить других напитков, отдохнуть после катания, обсудить, кому понравилось, какие модели. Здесь есть экспонаты, на которых нельзя кататься, есть экспонаты, на которых можно кататься. Но мы сейчас вам расскажем, в первую очередь, о тех досках, которые продаются в нашем магазине, и вы можете их потестировать здесь. Начнем прямо с самого начала. Это «Джентльмстик». Тоже большая доска «Суперфиш». Можно здесь погонять на нем. Отличная, кстати, доска. Гоняется на ней здорово и по трассам. Сейчас, в общем-то, никакого фрирайда нет, все раскатано, снег мягенький. По трассе карвить на такой широкой доске одно удовольствие. Вот здесь сверху стоит тоже «Райм Юнит». Такой «Алмунтайн» доска. Можно и попрыгать на трамплинах, и покататься немножко в целине, и по трассам. В общем, универсальная доска. Рядом «Телос ДСТ». Можно сказать, что это две доски очень похожи друг на друга. То есть тоже все эти доски присутствуют в нашем магазине. Приезжайте сюда, на горке город, в музей друзей, кататься, тестировать эти доски. Я думаю, сейчас мы передадим слово владельцам этого заведения. Они расскажут, что можно потестировать, а что нельзя потестировать. Тут какие-то есть уникальные экспонаты. В общем, вам должно быть интересно. Всем привет! Меня зовут Михаил Тормозов, и мы с вами находимся в музее друзей. Как здесь оказался я? И как вся эта история вообще появилась? Мой старинный товарищ Виталик Михайлов несколько лет бегал с идеей собрать в одно место, в одну точку, все самое яркое, интересное, все, что относится к истории пост-70-х, наверное, годов, и то, что касается горных лыж, и истории сноуборда. Сначала, конечно, в это не особо верилось, потому что, ну, я не представлял, как это будет выглядеть. И вот сейчас вы можете посмотреть за 3,5 месяца работы нашего музея, во что это превратилось. У нас есть часть музея, которая посвящена спортивной истории. Вот прямо за мной, вот эти беленькие, это лыжи трехкратного олимпийского чемпиона Жанна Клода Келли, которую он подарил нашему фотографу Роману Ивановичу Денисову в 70-м, по-моему, в 2009 году. Настоящие боевые его стартовые лыжи. У нас есть еще несколько абсолютно знаковых лыж спортивных, но эта часть экспозиции пока находится в стадии пополнения. Мы хотим собрать все, все, что относится к периоду нашей золотой сборной 79-го года. Макеев, Жиров, Андреев, Цыганов. Сноубордическая спортивная часть, тоже обязательно ее соберем. Вот здесь у нас стена памяти. Большое количество наших друзей, очень хороших катальщиков, гидов и просто замечательных парней погибло по разным печальным причинам. И мы решили увековечить их память, но в каком-то таком формате. Я думаю, что им самим бы понравилось. Вот висят их лыжи, висят сноуборды. Мы сюда фотографии, естественно, мы приходим с ними, здороваемся. Они все время с нами, но без этого, знаете, вот без вселенской тоски. Потому что все они были как на подбор веселые, хорошие, адекватные люди. Барная часть, это, конечно, самая любимая зона нашего музея. Потому что у нас всегда можно попить, например, кофе. И посмотреть кино. Мы собираем большую коллекцию фильмов. Фильмов о фрирайде. Фильмы, ну, начиная, наверное, с 20-х годов прошлого века, когда это все начали снимать в массовом порядке. У нас будет, уже она есть, журнальная часть. Потому что Виталик, он же человек, который причастен к 90% печатной продукции, которая была посвящена сноуборду, начиная с 90-х годов и по нынешнее время. В общем, а, забыл. Виталик наш, кроме всего прочего, и нумизмат. И он собрал определенное количество артефактов, которые имеют отношение непосредственно к Красной Поляне, причем позапрошлого века. У нас есть стенд, который посвящен окончанию Кавказской войны, 1864 год, и закончилась она именно в Красной Поляне. Здесь был подписан договор. У нас есть всякие олимпийские артефакты. И, в общем, посмотрите, у нас есть что. А сейчас я покажу, на чем у нас можно покататься. В этом помещении у нас тест-прокат и отдельная коллекция очень старых горных лыж, ботинок, ну, в общем, все то, что еще пока не собрано и аккуратненько не расставлено по стенам. В чем особенность тест-центра? Только у нас на этом курорте можно попробовать лептехи с уникальной совершенно конструкцией Magnetraction. Кроме лептехов, у нас еще есть раймы, лыжи, которые делает Реджис Ролан при том, что я стопроцентный лыжник. Совершенно искренне уважаю этого человека, потому что он всю жизнь делал невероятно красивые доски и делает невероятно красивые, и, что удивительно, очень хорошие лыжи. Сноубордическая часть нашей коллекции – это, конечно, гордость Виталика, да и моя, собственно. Вот у нас японские сноуборды есть. Совершенно невероятно, невероятный конструктив. То есть там не Magnetraction, там не Rocker, там не Camber, там какое-то невероятное совмещение всех этих способов для того, чтобы сделать катание максимально комфортным и таким. Ух! Совсем старая часть коллекции, довоенная, у нас находится вот здесь. То есть это лыжи 30-40-х годов, их даже, честно говоря, и трогать-то страшновато. Что мы еще можем и будем давать попробовать? Сноубордическая часть. Ну, тут, наверное, будем решать к следующему сезону. Есть где-то 5-8 досок, которые можно тестить. Это лучшие модели 10-летней, 15-летней, 20-ти... Мы с Виталиком катались, он взял 25-летней давности Бертона и, в общем, остался в совершеннейшем восторге. Вот у нас есть лыжи, которые специально делались для сборной Италии. Это с Олимпиады 2014 года. Тут же у нас опять Реджиса опошки стоят. Ну, я не знаю, кто-то назовет этот дизайн старомодным. Мне он нравится больше всего. Без всяких камберов. Прекрасные зажигательные лыжки. А здесь у нас советская история горных лыж. Не спортивная, а любительская. То есть вот большое количество лыж полспорт, которые в 70-е, 80-е и даже в 90-е годы составляли большую часть парка. Вот именно на этих лыжах каталось процентов, наверное, 80 людей. Ранняя история горной лыжи львовской фабрики. Это 70-е годы. Абсолютнейшие деревяшки. И обязательно 2-3 пары вот из этого мы скрестим скрепежом для того, чтобы люди могли ощутить, насколько же индустрия шагнула вперед за последние 25-30 лет. Есть абсолютно уникальные лыжи. Они 100% полянские. 20 лет назад я сам вместе со своим другом их купил. Это Atomic Powder Plus. Это первые по-настоящему широкие лыжи. И даже более того, у них крепления установлены асимметрично. Вот их можно будет попробовать, потому что это первый серьезный шаг в индустрии фрирайда. И они до сих пор очень даже неплохо едут. Основная идея нашего тест-центра – собрать в одном месте не только самые яркие доски и лыжи по годам, по направлениям. То есть это и фрирайд, и трассовое катание. Но еще собрать уникальные спортивные снаряды. Вот у нас есть две монолыжи. Это, по-моему, 80-е. Россиньоль. Это мне подарили очень давно. Мы ее тоже будем сдавать. Вот довольно новая модель. Гунц! Какие-то французы, почему-то звучит по-немецки, до сих пор продолжают клепать. У них на сайте в этом году было чуть ли не 8 моделей. Такая тоже интересная забава. И опять вернемся к нелюбимым сноубордам. Ну, я просто лыжник. Но не может не вызвать восторг вот эти две конструкции. С одной стороны, Swallowtail – это, наверное, ну, это топ, это верх, это целина, это абсолютно безграничное удовольствие. Но реализовано все это немножко по-разному. Вот эта с прекрасным совершенно бамбуковым верхом досочка – это модель этого года, Джентер Стик. Она даже, она даже, когда ее мнешь, она нежная, живая, но чувствуется, что при должном умении человек, который будет на ней кататься – это, это просто ураган. И Winter Stick – досочка, от которой абсолютно все в восторге. Кстати, нам ее тут немножко поцарапали, но это мы залечим. Это к вопросу о том, что один мудрый человек сказал – не ищи крутую фирму лыжную сноубордическую, ищи крутые лыжи конкретно для тебя или крутой сноуборд. Вот этой модели я не помню сколько лет, но до сих пор, до сих пор, все, кто на ней катаются, ну, в общем, это космос. Так что заходите к нам в музей, у нас можно не только посмотреть на историю, но и попробовать и не только историю, но и самый топ, самый хит, самые передовые технологии – вашим услугам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова